Плавленные сыры имеют огромную популярность. Любой может найти из ассортимента сырок по вкусу. Продукт отличается по форме, консистенции, вкусовым добавкам и цвету. Мелкая упаковка стоит недорого и такие сыры доступны всем. Плавленный сыр полезен для здоровья, так как он является концентратом молочного белка. В нем хорошо сбалансированы белки и жиры. Плавленный сыр употребляется отдельно и входит в состав множества салатов, супов, закусок, начинок для пирогов. Плавленные сыры включают растворимые белки. Они не содержат холестерина и рекомендуются пожилым людям и страдающим сердечными заболеваниями. Сыры применяются в лечебном питании, при заболеваниях кишечника и печени. Изготовление плавленных сыров – это привлекательная сфера деятельности. Благодаря недорогому оборудованию и простоте процесса. Существуют плавленные сыры ломтевые, колбасные, пастообразные и сладкие. Их объединяет изготовление из твердых сыров с добавлением солей плавителей, молочных продуктов, специй, пряностей, вкусовых наполнителей. Для производства плавленных сыров существуют различные виды оборудования. Обычно собирается производственная линия, которая включает мясорубку, плавитель, вакуумный шприц, настольный клипсатор или фасовочную машину, рабочий стол, термодымовую и холодильную камеры. Ее стоимость – 13 тысяч долларов. Возможно производство с помощью термокуттера. Это компактная установка с герметичной чашей, измельчителем и мешалкой. Стоит установка от 17 тысяч долларов. Вакуумный шприц стоит 2,5 тысячи долларов. Холодильная камера – от полутора тысяч. Для создания цеха потребуется помещение в 150 квадратных метрах. Недорого обойдется помещение бывшего пищевого предприятия. Рентабельность производства плавленных сыров составляет 30-40%. Бизнес окупится через 18 месяцев. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok